привет дорогие друзья водоросли на 3 февраля слева направо гематокок трентеполия хлорелла и плеврокок можно видеть что трентеполия заметно позеленела причем заметно что трентеполия уже даже обогнала хлореллу хлорелла также продолжает зеленеть но трентеполия ее догнала и обогнала видимо с хлореллой дело магнит как я уже говорил похоже дают о себе знать последствия магнита если бы хлорелла вела себя чуть-чуть повеселей то я бы уже наверное всем водорослям дал второй прикорм поэтому пока подожду со вторым прикормом для всех водорослей дам хлорелле немного времени и возможность раскочегариться в одном из недавних роликов иван русских упомянул что хлорелла лучше растет на аммиачной селитре чем на карбамиде меня пока нет возможности это проверить но если будете выращивать водоросли по моей формуле то имейте это в виду теперь о моем опыте выращивания водорослей с сахарами слева гематококк с глицерином а справа трентеполия которую я мощно бухнул фруктозы так ну с гематококком похоже все хорошо он быстро позеленел вот вместо трентеполии какая-то муть плавает даже не знаю что это возможно какая-нибудь инфузория или ей подобные сейчас я это дело еще взболтаю ну вот думаю можно видеть что здесь происходит но дело тут видимо не в том что к примеру гематококк дружит с глицерином или трентеполия не дружит с фруктозой дело тут скорее в том что трентеполия была совсем убитая да и фруктозы я бухнул слишком мощно над этой трентеполией никаких только опытов уже не ставил вот именно в эту бутылку с трентеполией я кидал даже соду так что трентеполия изначало было крайне бедовая вообще непонятно что замуть плавает в бутылке и всплывает наверх на грибы это не похоже на дрожжи и бактерии тем более так что вывод такой даже если и сыпать сахара то тоже в меру однажды из крана пошла ржавая вода из крана с горячей водой я быстро наполнил эмалированную кастрюлю и дал воде остыть после остывания воду я взболтал и наполнил ржавой водой 4 двухлитровых бутылки каждую палитру во всех бутылках вода изначально была одного цвета ржавого в левую бутылку я добавил хелат железа во вторую слева я добавил сульфат железа в третью я добавил сульфат железа а также сахар ну и в четвертую я добавил сульфат железа плюс стандартный прикорм для бактерий которые я использую это азот монофосфат калия и сульфат магния а также сахар зачем я это все делал идея была попробовать выделить бактерию тиобацилус феррооксиданс из водопроводной воды вообще изначально казалось что что-то дельное могло получиться пожалуй только в двух средних бутылках да и то скорее во второй слева но не терять же зря было ржавую воду вот я и сделал такой расширенный эксперимент очень быстро мне стало понятно что эксперимент полностью провален а идея с ржавой водой не так уж и прозрачно так как признаком роста служит в том числе повышение концентрации окисленного железа то есть как я понимаю ржавчины а у меня изначально в экспериментах этой ржавчины было навалом поэтому понять что происходило в средних бутылках довольно сложно а вот четвертая бутылка как мне показалось полностью побелела а потом вроде приобрела немного красноватый оттенок даже если есть тиобацилус феррооксиданс четвертой бутылки то говорить о чистой культуре явно не приходится а вот в первой бутылке мне показалось что ржавчины вообще стало меньше причем намного меньше вот этот эффект и натолкнул меня на мысль что хелаты возможно не всегда могут подойти для выращивания бактерий кстати в том же ролике в котором иван русских поделился информацию о том что хлорелла по-разному реагирует на карбамид и на аммиачную селитру он предложил вариант наращивания хлорелла используя только азот и монофосфат калия если наращивать хлореллу для применения под корень в помощь тем же бактериям к примеру как источник кислорода то идея думаю неплоха так как вариант крайне бюджетный а вот если рассматривать хлореллу как сырье для удобрений то есть использовать хлореллу не в живом виде а подогреть то наверное есть смысл монофосфат калия частично заменить на ту же фертику люкс перспективными элементами для выращивания микроводорослей также считаются силен и германий к опытам с уже не ржавой водопроводной водой и именно сульфатом железа я возможно еще вернусь также задумываясь об экспериментах еще с двумя средами для тиацил бациллус не вошедшими в этот ролик